Пока я тут распаковываю все это безобразие, хотел бы рассказать вообще, каким образом у меня оказался данный руль на руках. Написали, значит, китайцы, ну или компания, которая производит этот руль, PXN, и говорит, слушай, хочешь на обзор? Да я говорю, хочу, а на каких условиях? Говорит, ну смотри, мы хотим видео, а что хочешь ты? А я говорю, я хочу, чтобы он остался у меня, дай его в розыгрыш. Себе положу на день рождения. И таким вот образом не просто прислали, я согласился, почему бы и нет, почему бы и нет порадовать лишний раз кого-то из нас, из вас. А потом мы узнаем, что же из себя представляет чуть ли не первый китайский руль с Алиэкспресса. И между прочим, в последнее время выходит огромное количество именно каких-то премиум, ну или под премиум баз, директ драйва китайских. А вот чтобы что-то бюджетное из этого посмотреть, это, ну, в первый раз, наверное, у меня. Ну, если мы не говорим про откровенное какое-то фуфло. Поэтому давайте глянем, что же из себя представляет этот PXN V10. Ну, благо, не W16 назвались. В условиях ничего не было сказано про то, что я там должен его хвалить или обсирать. Или еще что-то, да, мы обсудили список игр, например. Вот, там, естественно, будет Assetto Corsa, попробую Dirt Rally на нем. И, собственно, сможем оценить, на что способна эта калька на G27. Ну, потому что именно с этим рулем, мне кажется, у него самая большая конкуренция. Что тут затертось, тут же такая. Ну, это сверху лежал картон и затер пластик. И, знаете, если база, например, ну, максимально напоминает какой-нибудь G27, именно по характеристикам, по моторам, то вот вещь, которая меня заинтересовала, это педали. Как вы знаете, к педалям я неравнодушен. У меня с ними есть определенная история. Не самая приятная. А вот эти педали заинтересовали. Ибо у трассмастеров бюджетных, да любых, вплоть до Т-300, там, не считая ТЛКМ, все педали хлам. У G27 в педальке тоже есть к ним вопросы, но они хотя бы вечные. Они хотя бы, ну, точнее, очень долго работают на потенциометрах. А вот эти педали на магнитных датчиках и с регулировками. Поэтому нам надо обязательно глянуть, что они из себя представляют. Итак, перед нами, собственно, все это чудо. У нас база 3.2 Ньютона, два мотора шестеренчатых. То есть, мне кажется, система как у G27, копия G27. 27-сантиметровый руль с скошной нижней планкой и замечательным саморезом, вот крепящий вот эту центральную полоску. И педальки, которые сейчас мы будем мучить. Нет времени объяснять. Давай уже что-нибудь разберем, наконец. Во-первых, что мне тут нравится? Это регулировка преднатяга, которая вот этой гайкой как бы поджимает пружину. Из-за этого педаль становится жестче. Но из минуса, из-за того, что витков очень много, то сокращается ход педали самой. Потому что тут весь ход педали ограничивается именно витками. Да, если, например, сюда присрать какую-нибудь свою пружину, то это будет значительно-значительно лучше. Вот, плюс жесткость регулируется. Вот, педаль газа, ну, такая хлюпенькая, типичная для Траст, а типичная для Логитека. Вот, но можно, мне кажется, взять педаль, пружину, то же самое, например, со сцеплением, которое, ну, сильно жестче, во-первых, сама по себе. И нам никто не запрещает менять их как угодно. Вот, преднатяг это тема. Во-вторых, у нас есть регулировки самой, самих накладок, самого башмака. Ну, естественно, лево-право, это банально. Вот, а чтобы поинтереснее что-то, у нас есть специальные, так сказать, технологические отверстия, которые позволяют сколько угодно опустить или, наоборот, например, очень высоко задрать педаль. Я просто хочу синцентрировать свое внимание по мелочам, потому что из того, сейчас вот постепенно буду от одной вещи к другой доходить. И везде чуть-чуть хочется, чтобы доработали. Там доработали, здесь доработали, тут улучшили. Обработку, например, это вроде алюминий, ну, такой, марки пластилин, примерно. Вот, но и то его шкурочкой пройтись будет поприятнее. Заусенцев каких-то нету, но, однако, эх, ладно. Обратите внимание, вот, минимальный и максимальный диапазон регулировок. Сцепа, тормоз. Но, чем выше у нас рычаг, тем легче ощущается педаль. Имейте в виду. Хотя, если у кого-то огромный башмак, нормально будет. Ну, не нормально, а куда деваться, лучше уж так. Второй момент, безумный, который меня радует. Вот, можно колхозить эти педали как угодно. Здесь стоят датчики, магнитные датчики. Вот, и они, можно сказать, вечные. В отличие от потенциометров, которые у нас есть в Logitech, а которые у нас есть в Thrustmaster. И, что безумно важно, у нас два выхода отдельных. Один на базу, а второй можно использовать на прямую компьютеру. Вот, втыкать его по USB. И в этом случае, получается, педали могут работать отдельно от базы. Что делает их очень долгосрочными и рентабельными. А с учетом того, что в конструкцию заложены уже... Тормоз неплохой. В конструкцию уже заложены регулировки. И всякие конструкторские изящества. Ну, педали мне здесь нравятся больше всего на данный момент. Точнее, они уже очень сильно отличаются от того, что есть на бюджетном рынке. Это факт. Еще из вещей, которые им прям необходимо взять и поправить. Это все отбойники прорезинить или какие-нибудь резиновые накладочки. Потому что это все пластиковое. Оно друг об друга играет. Оно друг об друга резонирует. Вот. И это, ну, никак не сказывается на ощущениях. Да, положительно. Но, опять же, а что мы хотим спрашиваться за эти деньги? Можно сказать, я зажрался? Нет. Наверное, я просто сравниваю с любым логитеком, который у нас уже больше 10 лет выпускает одно и то же. Но, однако, у них уже нормальная обработка поверхностей давным-давно. И так по мелочам выглядит вполне, блин, неплохо. Там вот нету таких вот вещей, чтобы вот так вот она мотылялась. А это все мотыляется, это все вибрирует. Да, тут можно поджать. Ну, все, слишком вот такое, к сожалению. По педалям больше сказать пока нечего. Слащавенькие, пружинки можно на колхозе делать лучше. Есть огромные хода. Есть повод для нашего творчества. Это факт. Тут у нас замечательный саморез. Во-вторых, она прям чем-то хорошенько так пахнет. Это обычная искусственная замша, которая немножечко крошится, которая по-любому будет немножечко красить руки, либо множечко. 27 сантиметров, но хват, ну, такой более-менее. Не лучше, не хуже, чем у того же Logitech. Вот, есть двойные лепестки, лепестки сцепления, которые можно по-любому как-то забидеть. Мы это посмотрим, проверим. Лепестки с очень большим ходом. Но здесь мне не нравится больше другая история. То, что когда я сразу обратил внимание, я просто себе ими бью по пальцам. То есть здесь ход чуть ли не до самой баранки лепестка. И, соответственно, ты когда будешь переключаться, я просто себе бью по пальцам. Давай, переключайся, быстрее это делай. То есть, ну, видите, и ход еще глубже. Можно это все продавить. С другой стороны абсолютно то же самое. С лепестками сцепления, ну, делап, да, то же самое абсолютно. То есть я просто упираюсь ими в пальцы. Они очень близко, получается, к ободу руля. Но вот это, это вообще не дело абсолютно. Такие вещи надо избегать. Во-первых, об него рука цепляется очень легко. Ну, во-вторых, ну, камон. Как поклеен руль? Слепыми китайскими детьми. Примерно такие вот ощущения. Отдельно можно заметить, ну, то, что кривая строчка в местах швов, соединения швов. Ох, как тут это показать? Но самое главное, где мы держим его в руках таким вот образом, ничего не впивается. Порой во всяких тюнинг колхозных ателье делают это значительно хуже и прям врезают руки. Чтобы лепестки не били по пальцам, я даже вижу решение. Здесь мы, здесь есть отбойнички. Вот они. На них можно что-то нарастить, потому что щелчок происходит раньше, а дальше вот огромный ход. Опять же, надо взять и приложить немножечко руки. Коробка передач с двумя кнопками. И переключение передач здесь чуть-чуть, вот буквально на несколько процентов, как будто бы жестче, чем у Logitech. При этом, сами включения четкие, не промахнуться. Ну, использовать приятно. Шестиступенчатая, правда, не семи, но все равно пойдет. Есть задний ход, который мы включаем методом вставить и вогнать. Да, и причем, когда ты вставляешь, он только взад и может войти. Больше никуда не хочет. Вот Logitech хотя бы такую коробку сейчас комплекты клали. То есть, в старых вот Logitech все нормально было. Была коробочка, прям удобненько. Еще вот просто зажали 3 копейки на КППшку. Я просто вот смотрю и скучаю. Потому что сейчас они продаются без коробки. Хотя мне на это все равно. Вот мы добрались до, собственно говоря, самой базы. Она идет сразу на такой вот подставке, которую можно, сколько я понимаю, ну, прикрутить к столу. На струбцинных двух отдельных мощных струбцинных. Проверим, насколько они мощные. К КППу, в принципе, тоже можно прикрутить через 6 отверстий, но их надо будет чуть-чуть рассверлить. Но к своему КППу я прикручивать не буду. Я прикручу их к столу. Крепление а-ля Trussmaster. Вот здесь из-за упаковки у меня пошарпывалось уже. Даже на видео видно. Но это ерунда. Четыренчатый мотор. Очень маленькая сама по себе база. 3,2 Ньютона. Ньютона не сильно впечатляет, но надо проверять на деле, насколько это отличается от Logitech. И ключевое, точнее, почему такая маленькая баранка? Потому что если была бы баранка больше, она была бы тяжелее, рычаг был бы больше, и этой базы хватало бы еще меньше. Потому что чем у нас меньше руль, тем он легче, тем базе его проще крутить. А здесь, ну, мне 100% это будет мало. Но опять же, если сравнить, будет интересно с тем же Logitech и как оно будет шуметь. У нас, так и говоря, на базе идет переключение 900 градусов и 270. Не знаю, 270 просто берете, 900 ставите и заклеиваете его скотчем, чтобы никогда не перещелкивать на 270. У нас официально заявлена поддержка PS4, Xbox. Кстати говоря, это достаточно редкость. Потому что одновременно и плойка, и Xbox, и комп поддерживаются. PXN-V10. Ну, такой маленький. Вроде женатый человек, а что-то давно уже не вставлял. Вот. О! Надо было просто смазать. Не, ну надо отдать должное, что хотя бы люфтов нет никаких. То есть он абсолютно уверенно стоит. Выглядит максимально по-детски. Но педали... Блин, меня вот педали подкупают. Просто сколько всего с ними можно намутить. И, блин, таких базовых педалях в такой базовом руле потенциально неплохие педали. Одни из лучших. Ну, сто процентов лучше, чем Т-3ПМ. И все, что трастовское. И равно или лучше логитековским. Все подключается очень просто. К столу бахнули через две такие штуки. Они закручиваются, как видите, даже на мою очень толстую столешницу. Нормально все встало. Но самое важное, самое первое, что, естественно, надо сказать, это... Сами все слышите. Это шестерни, которые очень громкие. И они мне что-то максимально напоминают Тростмастер Т-150. Возможно, даже скорее громче, чем у любого лоджитека. Это, конечно, минус. Но, опять же, это в холостом ходу. Посмотрим, как оно будет в игре. Кстати говоря, все настраивается через мобильное приложение. Как бы это странно не было. Но у нас действительно все, абсолютно все настройки здесь. А в драйвере он автоматически определяется без каких-либо... Точнее, без каких-либо установок драйверов. Все в винде определяется. Это, конечно, у нас забавно. Здесь у нас и угол поворота руля, и форс-фидбэк регулируется. Причем он сразу на лету это все бахает. Не знаю, насколько удобно, но для большинства людей, типа, один раз поставил, наверное, и забыл. Таким вот образом оно даже все быстренько синхронизируется. Причем, как я и говорил, нижние лепестки двойного сцепления, условно, можно назначить как угодно. Они воспринимаются как две разные оси. И, например, можно это бахнуть как сцепление или как ручник. Но вот как ручник вполне себе нечеток. Потом в дёрдрале еще попробуем. А сейчас все у вас от атакорса подготовил, поднастроил. Максимальный форс-фидбэк. Пойдем смотреть, что у нас из этого получится. Ну, что сказать. Это типичный представитель бюджетных рулей. Очень чувствуется шестеренчатость. Которая... Ну, ты ее перестаешь замечать. В принципе, достаточно быстро. Вот я несколько кругов бахнул. Мощности, естественно, не хватает. Ну, особенно после директ-драйва. Опять же, те же самые ощущения, что и на Т-150 будут, и на Г-27, Г-25, Г-29, Труфорс и все что угодно. Вот так. И напрягает больше то, что лепестки бьют по пальцам. Да, я в итоге поменял чуть хват, опустил пониже кисти. Вот, для того, чтобы лепесток меня не пинал. И не пинал, потому что ты хочешь, не хочешь, а себя это будешь делать. Эту штуку им надо, ну, однозначно исправлять. Я там чуть закосячил со звуком, поэтому записываю отдельно. Если коротко, то здесь не требуется каких-то многочасовых тестов. Или очень много разных игр катать. Потому что фактически по этому рулю становится все сразу понятно. Вот, с одной из этой Корсу. Присутствуют какие-то эффекты, а также какое-то сопротивление руля, к которому можно, казалось бы, привыкнуть. Но это так тонко, и надо так много катать, чтобы синхронизировать свой мозг с этим рулем. И чтобы осознавать на рефлекторном уровне, что вообще происходит с машиной на треке. Потому что, по факту, здесь я больше ориентируюсь на визуальную картинку, а также на какую-то мышечную память, связанную, ну, с моим опытом, конкретно на этом треке и на этой машине. Безумно легко перекрутить руль. Тот же самый, там, Трастмастер Т-300 тебе хоть, ну, какое-то сопротивление дает. И может давать вот намеки на то, что ты, ну, типа, братик, хорош так крутить. Смысла уже нету. Здесь в игре уже значительно эффективнее по звуку ориентироваться, нежели по ощущениям на руле. Также этот руль очень медленный. И рассчитывать на то, что он выровняет за тебя машину, абсолютно не приходится. Ее просто начинают разбалтывать. Поэтому придется самому работать и отлавливать машину. Что, впрочем, опять же-таки, повторюсь, на любом другом бюджетном и, скорее, даже не директ-драйв руле. При этом к педалям у меня, в принципе, нету особо вопросов. Да, они невесомы, относительно того, к чему я привык, тем более, в последнее время катая в обуви. Но для этого сегмента отличный, ну, нормальный вариант, который надо будет дорабатывать. И, благо, конструкция позволяет. При этом у них огромный ход. Плюс магнитные датчики. По идее, все это должно служить верой и правдой. Достаточно долго. И, опять же, с минимальным вложением рук. Просто довести их хорошенько до ума. Ну и не забываем то, что Луа Целл, это совершенно торгует ценовой сегмент. Поэтому я оцениваю эти педалюшки как, ну, весьма бодрые, выполняющие свою задачу за свои деньги. Ну и напоследок тут скорсы. И просто показать, да, что приходится делать, чтобы, скажем так, ловить машину. Приходится самостоятельно все это чувствовать. По визуалу, по звуку, да. То самая главная задача, это вовремя распрямлять, распрямлять руль. А если же довериться рулю, то здесь наглядно видно, что ему даже и близко не хватает скорости для перекладки с одной стороны в другую. Поэтому тачку просто расколбасит. И вы полетите в бетон. Ничего нового. Поэтому короткий вывод по курсе. Ездить можно. Даже, наверное, лучше, чем на геймпаде. Изучать треки, изучать траектории. Но чтобы поехать на нем быстро, нужно вложить огромное количество времени. Здесь, к сожалению, данный руль наше обучение никак не ускорит. Так вот раскидывает. Никаких люфтов. Ну, сама баранка, понятно, она вот вся такая. Но она не рассчитана на какие-то сверхнагрузки. Поэтому и... И гнется. Ну, и играет. Итак, Dirt Rally 2.0. Ручник назначаем сюда на ось. Спокойно, совершенно адекватно все настраивается. И что сказать про ощущения? То же самое, что Logitech. То же самое, что какой-нибудь T-150 Trussmaster. Где не хватает ему мощи. Не хватает ему, скажем так, скорости. Чтобы вызывать прямо вот улыбку. Для того, чтобы, ну, кайфовать. Это руль, который будет лучше, чем геймпад. Но при этом так, чтобы пришел кто-то в гости. Там сел и кайфанул. Ну, такого не будет. Например, ко мне за оборудование. Когда люди приходят, незнакомые. Я им включаю... Не знакомые, а первый раз незнакомые с 7-рейсингом. Я им включаю именно Rally. Потому что здесь они способны получить улыбку, радость. Здесь не нужен какой-то мега-скилл, знание. Трасс, ты просто едешь, куда едешь. Вот. А на PXN-V10 слишком все мягко. Слишком все сглажено. И ему не хватает ни скорости, ему не хватает четкости. Вот. Поэтому в Rally вы сможете, ну, перемещаться, задрачивать. Там потихоньку что-то где-то ощущать чуть-чуть. Но не более того. И, кстати говоря, высота курса, например, был очень ярко ориентированный ноль. Да, то есть, хорошо, который чувствовался здесь. Все более размазано. Поэтому задерживаться не будем. И отправляемся к самой главной игре. И вот эта игра, которая лучше всего предназначена для любого подобного руля. Когда у нас есть 900 градусов, когда у нас есть коробка передач. Ты со сцепления спокойно сидишь, вращаешь его. Да, тебе уже не важна скорость поворота. Тебе не важно то, насколько он четко и классно передает. Ты просто садишься и чилишь. Вот, и древнее для Евро-трак-симулятора, для Америка-трак-симулятора, это диапазон руля, да, побольше кнопочек. Вот, и коробка передач в адекватный ценник. Тут очень сложно, знаете, подводить какие-то сверхневероятные, сверхнеожиданные итоги. Потому что это бюджетный сегмент. Это сегмент, в котором все сражаются с друг другом на мелочах. Да, и, например, если вот PXN, господа из этой компании, потянут моменты по обработке металла, по алюминию, по тому, как вот они с лепестками, например, вот это вот все работает, да, по пальцам бьют. С пружинкой, может быть, поработают. В общем, по мелочам потянут этот руль, он будет безумно, наверное, конкурентно способным. Относительно, я говорю, у Logitech, а потому что реально вот Logitech, это все-таки самый близкий, единственный ему конкурент. 150-й траст по причинам надежности, по причинам надежности педалей. Ну, я все-таки не стал бы сравнивать. Хотя, многие его хвалят лучше, чем тот же самый 27-й или 25-й. Хочется еще отметить то, что мне вот я базу сколько мучаю, несколько часов за это время, она чуть теплая, тоже хорошо то, что не греется, потому что у меня лично 27-й, может быть, помните на трансляции, как он валился в перегрев, и еще обратная связь становилась слабее. Тут с этим все получше. Коробка передач достаточно четенькая, но она все равно игрушечная, такая маленькая, игрушечная, компактная, хотя что еще надо от этого руля, казалось бы. И вы понимаете, отношение к этому рулю формируется, исходя из его стоимости. Его базовая цена 360 долларов, там можно найти промокоды, которые будут 300 долларов стоить, я не знаю, я попрошу, дадут ли не дадут его, потому что видел у других обзорщиков неделю назад. То, что были эти промокоды, вот, как бы 60-баксовский дон нормальный, но стоит, опять же, учитывать свой своеобразный курс на Алиэкспрессе, и его базовая цена, вот сейчас вот зашел в прилагу, 25 тысяч рублей. Это много, это та, вот эта территория уже Т-300, которую можно постараться пробовать притащить из Европы, с компьютера Юниверс. Они обещают год гарантии, и гарантия реализуется таким образом, то, что если что-то не так, вы просто его отсылаете обратно, точно таким же образом, как и вы получаете его. Это хорошо, потому что тот же самый компьютер Юниверс обратно отослать, там, то еще приключение, плюс сама стоимость доставки в Германию огромных денег стоит. И так как этот руль будет разыгрываться среди моей аудитории через несколько месяцев, там, в конце сентября, то мы узнаем то, насколько он будет живуч, насколько он будет радовать владельца, когда что и как сломается. Поэтому, по мере поступления информации, какой-либо хронологии об этом руле, я буду пополнять комментарии, форму комментариев под этим видео. Поэтому можете следить, если, например, вы это видео смотрите в 2023 году. Ибо руль новой компания только-только недавно вышла на рынок, вот, и они пошли в бюджетный сегмент. Опять же, если сделают еще его дешевле, например, стоил бы он дешевле 15 тысяч рублей или 15 тысяч рублей, это было вообще безальтернативное предложение. Это было безальтернативное предложение, которое полностью реализовывает свою цену. Вот радует, безумно радует, что педали все-таки можно отдельно подключать к компьютеру, и они будут работать. А дорабатывать их безумно хочется. Я случайно включил заднюю. Такие вот дела. Обзор, понимаете, он получился весьма поверхностным, и он ровно для того, кто смотрит в этот бюджетный сегмент. Это не для прошек, это не для тех, кто хочет куда-то в жесткий компетитив, нет. Просто нужен руль для домашнего использования. Этот ты быстро прикрутил, покатал, скрутил, кидал обратно. Мало места занимает, прекрасно. Поэтому обзор получился такой, больше информационным. Как вот было первое впечатление, что это калька на G27, калька на Logitech, так оно максимально к этому и идет. То есть это максимально схожие ощущения с Logitech. Я очень много времени на нем провел, и поэтому понимаю, то что оно плюс-минус, то же самое и есть. От этого никуда не уйти. И если подводить короткий, прям максимально короткий итог, если вы целитесь куда-то в компетитив, куда-то в соревнования, мультиплеер, то, скорее всего, этот руль вам не подойдет. Из-за того, что он максимально новый, он китайский, у вас будут еще вопросы и проблемы на вторичке с ним. То есть взять тот же самый Logitech будет гораздо лучше. Если же у вас предназначение какое-то домашнее использование, посидеть, почилить, там ребенку взять и забыть, грубо говоря, ну как вот все что угодно из Китая. Из-за того, что, опять же, мы не знаем, как он работает долгосрок, ну можно рассматривать этот вариант, но все зависит максимально от цены и, соответственно, от курса. В районе 20 и дешевле тысяч рублей, возможно, есть смысл рассматривать этот вариант. Особенно в некоторых регионах, где мне много рассказывали, Logitech стоит по 30-35 тысяч рублей, а это безумные деньги за подобный аппарат. То есть ситуация, когда этот, например, будет стоить около 20, а Logitech будет стоить 27-30, да еще, если мы говорим про 29 и выше, он будет идти без коробки передач. Ну, то действительно можно вот это вот рассматривать, потому что какой-то вот минимально даже значимой разницы между ними нету, просто объективно нету. А вот этот видос они посмотрят, я думаю, и поубирают вот подобные вот косяки, ну или нюансы вот исполнения, ибо хороший производитель должен постоянно улучшать свой продукт, я считаю. Вот по мелочам. То есть здесь много, ну не много, здесь есть некоторые прикольные все-таки мелочи, фишки, которые мне нравятся, меня подкупают. Поэтому как-то так бюджетный сегмент очень сложен для оценки, и я вот сейчас внутри себя даже сижу и думаю, а реально ведь очень мало факторов, по которым ты можешь оценить хорошую вещь от плохой объективную. Тут устранят косяки, выдержат проверку временем, и будем посмотреть, как китайцы дальше будут распространяться внутри нашего региона. Если кто-то вдруг его уже взял или будет иметь во владение, пишите под этим видео ваши отзывы, ваши комментарии. Особенно про то, как оно будет проходить проверку временем, что будет ломаться, что не будет ломаться. Ибо это самое важное и в итоге определяющее, определяющее судьбу данного девайса. Ибо за что любят Logitech, это за то, что они способны работать десятилетиями, и ты берешь максимально предсказуемую руль с огромной проверкой времени. То же самое сказать про трассмастеры мы не можем. Есть куча вопросов, есть куча брака, есть много гарантийных возвратов и всяких-всяких ситуаций. Ты купив новые детали, новый девайс, не факт, что он тебя через неделю, через две не отклебнет. Все, будем следить, ждите розыгрыш и пока-пока.